Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю цикл рассказов о происхождении человека на планете Земля. Видя, что земляне никак не прореагировали на сообщение, отправленное в 1929 году, инопланетяне решили продублировать свое сообщение в 1996 году. В четвертом обращении к человечеству речь идет совсем о других вещах. Здесь нет упоминаний о гравитационном циклоне и не рассматриваются вопросы космологии и развития человечества. Весь текст посвящен исключительно информации о надвигающейся опасности со стороны инопланетных захватчиков. В частности, люди информируются о том, что раса Серых, Грейс, намерена включить Землю в состав Империи Ориона и установить на ней свой порядок. Однако галактическая коалиция, состоящая из многих космических миров и от лица которой вещает кон, надеется, что земляне отвергнут притязание Империи и войдут в состав коалиции. Также в сообщении указана еще одна немаловажная деталь. Как утверждает посланник Кон, некогда в недра нашей Земли серые поместили специальную машину, которую сейчас хотят перезапустить, что даст им полную власть над человечеством. Принцип работы этого прибора основан на излучении волн определенного спектра, способных вызвать вибрации и блокировать связь между землянами и духовными знаниями Вселенной. Также это устройство может использоваться для стимулирования стрессов, тревог, ссор, насилия, паранойи, конфликтов и войн. Посланник Кон еще раз убеждает землян вступить в коалицию, поскольку времени осталось совсем мало. Есть еще множество других инопланетян, стремящихся завладеть нашей планетой. Они уже давно имеют множество скрытых баз на нашей Земле и наблюдают за ее обитателями. Вся опасность заключается в том, что если мы не дадим согласия на вступление в галактическую коалицию, то наша Земля превратится в поле битвы за территорию, так как получить в свое распоряжение нашу планету жаждет не одна инопланетная раса. Вот такие не совсем радужные перспективы нам предрекал доброжелатель из космоса. Вот что это такое? Конечно, проще всего назвать это мистификацией, розыгрышем, да чем угодно, кроме реальности. Бредом фантаста, например. Но скажите на милость, у какого одиночки хватит средств для такой глобальной мистификации? А если это дело рук невеселого фантаста-одиночки, то какие цели могла преследовать такая затратная авантюра? Как всегда, одни вопросы. Ну, ясно одно, что если четвертое послание еще с натяжкой как-то можно причислить к шуткам неизвестных лиц, то третье, содержащее очень большой объем информации, логически построенное и приводящее факты, ну, просто недоступное объяснению, заставляет задуматься о его неземном происхождении. И опять вопросы. Например, почему этим документом всерьез никто из ученых мужей не занимался? Или все-таки занимались? Но результаты этих исследований по каким-то причинам решено было не обнародовать? Если все-таки допустить внеземное происхождение человека, то многое объясняется. Сейчас я приведу отрывок из книги Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Хомо Сапиенс пришел извне и заселил экологическую нишу, занятую до него неандертальцами, возникшими в ходе эволюции жизни на планете. В силу того, что неандертальцы были более многочисленными, приспособленными к земным условиям и более сильными, Хомо Сапиенс сам в начале своего освоения планеты был просто не в состоянии вытеснить их. Это сделали за него. Исследования палеонтологов и антропологов дали потрясающие результаты, которые поставили современную науку в тупик. Современный человек Хомо Сапиенс появился на Земле 30-40 тысяч лет назад сразу на всех континентах. Причем Хомо Сапиенс не мог быть результатом эволюции ни одного ископаемого человекоподобного существа. Ни анатомически, ни физиологически. По непонятным для науки причинам резко исчезли с лица планеты неандертальцы, которые существовали сотни тысяч лет, активно развивались и были физически намного сильнее Хомо Сапиенса. Только в труднодоступных местах иногда еще можно встретить немногих представителей когда-то многочисленных и сильных неандертальцев, снежного человека, который до сих пор старается избежать любой встречи с людьми. И что еще интересно, все расы человечества появились сразу и даже были более чистыми, чем сейчас. Вот еще одна загадка человека. Исследования генетиков наших дней дали другой потрясающий результат. Генетика человека резко отличается от генетики живой природы планеты Земля. Генетически человек выпадает из системы жизни планеты. Человек является генетической ошибкой эволюции жизни на Земле. К такому выводу пришли американские генетики. Причины исчезновения динозавров До сих пор непонятны причины исчезновения динозавров в меловой период. Пытались объяснить массовую гибель этих животных и оледенением планеты, и изменением солнечной активности. Но ведь ледниковые периоды были и раньше. Солнечная активность менялась тоже, однако это почему-то не приводило к вымиранию динозавров. К тому же в период оледенения планеты в экваториальной зоне сохранились огромные площади, до которых ледники никогда не доходили. Но тем не менее динозавры вымерли и там. Так откуда же и каким образом появилось человечество на Земле 30-40 тысяч лет назад? Почему за эти тысячелетия человек абсолютно не изменился? И, как пишет Пьер де Шарден, только точный радиологический анализ позволяет отличить ископаемого хомо сапиенс от недавно умершего. И что еще интересно, у человека в течение всей его жизни работают только 3-5% нейронов мозга. То есть 3-5% нейронов активны, остальные как будто находятся в спячке. Сначала думали, что в активной работе мозга последовательно участвуют все нейроны, только по очереди. Но исследования показали другое. От рождения до смерти работают одни и те же 3-5% нейронов мозга человека. Остальные 95-97% являются запасом. Возникает вопрос, для чего нужен человеку этот запас? И каким образом он у него появился? И что особенно интересно, нейроны, которые входят в эти 3-5%, составляют количество взаимодействующих между собой нейронов, необходимое для возникновения разума у их обладателей. То есть эти 3-5% численно достаточны для возникновения разума у обладателей. Следующий мой ролик будет продолжением этого. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Здесь не скучно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.